Глеб Сергеевич, вы мне позволите поговорить с господином Лазарем? Нет, Владимир Александрович. Вызывайте его к себе на допрос и анализируйте его сколько хотите. Что это, блин, за рыба? Я не знаю. Да, мы смотрим пираньи. Ой, ё-ё-ё-ё. Всем привет, ребята. Что мы делаем целыми днями? Смотрим кино, потому что на улице погода так себе. А вчера я сделала 54 котлеты. У меня было почти 5 килограмм фарша. Точнее, куриного филе, из которого я сделала фарш. По рецептику бабушки, которые я вам уже показывала. Сейчас нам надо будет всё это разложить по пакетикам. Вот так вот. Вот. И сегодня будем что-то жарить. Класс. Так. Нам понадобятся пакеты, ручка и наклейки. Как в тот раз. Всё как тогда. Я вот что поняла. Надо мне формировать по 8 котлет. Почему? Потому что в один день мы съедаем, например, 4 котлетки. Каждому по 2. И чтобы пожарить сразу и на один день, и на второй день. Довольно-таки удобно. Хотя можно свежие жарить, но они вполне себе очень вкусные. И на следующий день. И даже ещё и на следующий день. Поэтому пока не знаю, сколько мне понадобится пакетов. Ну, это класс, конечно. Вот мне прикол. Теперь нам нужно как-то это всё формировать. Они же замороженные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошенько примородились. Это будет легче снять. Гляньте. Капец. Просто прикол. Шесть, семь, восемь. Ну, вот как раз восемь. У меня просто не было столько доступ таких вот, с которых удобно снимать. Шесть. Семь, восемь. Так. Куриные котлетки восемь штук. Кто-то мне написал, чтобы я ещё писала дату. Там год, дату. Вот на таких штучках. Потому что я здесь пишу куриные котлетки восемь штук. Приклеиваю. На самом деле я это делаю для того, чтобы быстро можно было понять, что есть что. Хотя, конечно, по котлетам и так видно, что это котлеты. Но если много всего в холодильнике, то будет непонятно. Ну и так проще, понятней, как мне кажется. Но писать дату, мне кажется, не надо. Потому что всё-таки, я думаю, мы съедим эти котлеты достаточно быстро. Хотя, не знаю, мы ещё, по-моему, те не доели до конца. В общем, котлет у нас действительно много, но мы котлетки любим. И на самом деле тут ещё дело в том, что я просто хотела отточить мастерство. К нам же бывает приезжают в гости. Конечно, это может быть не то блюдо, которым прям гостей угощают. Но зато дома всегда есть что-то такое, что быстро достал, приготовил. Типа не надо там, знаете, как вот мясо мариновать, ещё что-то. Просто быстро достал, разморозил. Что тут? Разморозил, там, 10 минут поставил и всё. И жарь себе. Я не знаю, сколько дня, наверное, 4. Вообще ничего не делала, реально, ничего. Типа даже не убирала. Ну, типа вообще ничего не делала. Единственное, что готовила там, что-то покушать, понятное дело. Ну, кушать-то надо. Вот. А так вообще ничего, ничего не хотелось. Очень хорошо было сидеть, играть в хаус-флиппер. Там ещё во что-то. Смотреть кино параллельно. То есть я даже подвинула комп. То есть, получается, я вот так вот сижу за столом. Здесь у меня комп. А дальше телевизор. Просто сидишь, играешь, что-то там, ремонты какие-то делаешь. Там сок какой-нибудь сидишь, пьёшь. И кинчик смотришь в этот момент. Ну, короче, офигенно. Это прям, знаете, такие прям каникулы. Осенние каникулы. Осенние каникулы прям как в школе. Подсидишь, ничего не надо, ничего не хочешь. И можешь с спокойной душой реально ничего не делать. Потому что самая главная твоя задача, это по сути учиться в школе. Вот. Так что несколько дней вообще ничего не делала. И так хорошо себя чувствовала. Но потом уже, думаю, всё, нельзя. Вчера я поехала в город, купила филе куриное. Всё подготовила. Хлеб купила. Кстати, в этот раз я не снимала корочку с хлеба. Мне кто-то написал, типа, зачем снимаешь. Ну, вот у меня бабушка, например, снимает. Мама, по-моему, тоже. В этот раз я не стала снимать. Поэтому посмотрим, попробуем, как это будет, когда не снимаешь. И решила вчера, что буду убираться дома, наводить порядок. Потому что хватит. Хватит. Я вчера убиралась на кухне. Всё здесь помыла. Не то, чтобы здесь было как-то грязно, но убрала всё лишнее. Чего не надо, чем-то не пользуюсь. Как-то, знаете, всё. Больше постаралась делать какой-то минимализм. Если можно так сказать. Вот. Всё как-то разложила, разобрала. Помыла хорошенько со средством. Короче, всё. Навела такой прям блеск. Ни один микроб от меня не убежал вчера. Потом, понятное дело, на этом не остановилось. Потому что в планах было убраться, как минимум, на всём первом этаже. Везде всё пропылесосило. Ковры хорошенько. Потом ванну, раковину помыла. Ну, всё. Там, короче, помыла. Когда мы всё это съедим. Но об этом-то и прикол вот этих заготовочек. Сделал, заморозил. Достал в какой-то момент быстро. Разморозил, пожарил. И всё готово. И ничего не надо стоять долго делать. Какие-то формочки лепить. Блаженство. Так вот, я вчера, когда подготовила фарш на котлетке, я потом пошла убираться. И где-то 4,5 часа, наверное, убиралась. Я поставила себе этот, ну, типа таймер. Ну, не таймер, а секундомер, короче. Чтобы понять, сколько по времени у меня уже стоит в холодильнике мой фарш. Потому что ему надо постоять, ну, там, 5 часов хорошо бы. Ну, 4,5 вполне себе. Все эти котлетки я лепила, наверное, на протяжении часа. Но это если говорить о том, что всё достать, разложить, высыпать панировочные сухари. Всё подготовить, всё налепить, убрать, разложить. Потом всё это помыть. Ну, короче, около часа всё я это делала. Так, вот что у нас получилось. Все мои заготовочки. Ну, разве не благодать? Круто же, да? Та-дам! Так, ребят, рассказываю, что было. Пока вас не было. У меня сегодня в планах вообще что было. Я сегодня снимала распаковку вещей, примерку в сторис. У меня было много-много всяких классных вещичек. Вот такой вот свитерочек, например, такой же белый у меня есть. Это бренд Петелька. И большое количество классных вещей. Я прям сегодня удивилась даже, потому что я уже много достаточно знаю брендов российских, шоурумов классных. И открыла для себя офигенский магазин. Петелька. Вот сейчас у меня свитер их. И я сегодня в сторис показывала распаковку. У них невероятно красивые вещи. Не знаю, видели вы, конечно, или нет. Но вот прикреплю вам сюда платье. Просто шикарное. Как же оно мне понравилось. Это просто взрыв мозга. Ну, так вот чуть-чуть кусочек показываю. Просто так очень много красивых, классных вещей. Я всё сегодня сняла здесь. Здесь тоже красиво. Ну, как, старалась максимально, как могла, красиво поставить всё. Конечно, на фоне деревяшек не то, что сильно красиво будет. Но старалась. И хотела в этот момент снимать тоже на влог. Показывать тоже вещи на влог. Но что-то как-то не стало, короче. Интересно ли вам смотреть такие вот примерочки. Там, как я вещи какие-то показываю именно в видео. Не в сторис, а на видео во влоге. Ну, я не знаю просто, кому нравится, нет. Но я от души прям вообще с кайфом показывала. Потому что, ну, я сама была в восторге от вещей. Короче, что я сделала? Я разложила все котлеты. Достала другие котлеты. Хотя могла бы и эти пожарить. Но решила другие, короче, доесть. Вот, достала котлеты, разморозила. Сделала пюре. Перед этим, понятно, почистила картошку. Сделала пюрешку. Пожарила котлетки. Сделала салатик капуста, морковка. Ну, короче, такой вот капустный салатик. Вот, мы все это покушали. Я все убрала, помыла. Слава сделала мне капучино. Кстати, где мой капучино? Ой, слушайте, режим у нас просто, ну, реально стыдно. Стыдно, но я думаю, да ну нафиг, реально пофиг. Долгое время поздно встаем, поздно ложимся. Потом что-то происходит. Рано встаем, рано ложимся. Ну, типа вот такое, знаете. Потом опять все. Осень это, ну, такое. Дожди, холода. Уже темнеет намного раньше, конечно же. Уже все. Вот эти вот летние чудесные деньки где-то там далеко остались. Вот мы просто даже из дома не выходим. Уже не знаю сколько. Единственный плюс дождей, так это то, что должны пойти грибы. А вы знаете, это прямо у меня большая мечта. Я уже ходила за грибами, но я хочу еще. Хочу еще. И это единственный плюс вот этих вот дождей. Так это грибы. Но пока идет дождь, я же не могу пойти за грибами. Ну, и не всегда у меня есть на трене пойти за грибами. Таким образом, мы делаем вывод, что отличное времяпрепровождение можно организовать себе дома. Абсолютно не хочется выходить на улицу. И есть огромное желание просто валяться в кроватке, в теплой, особенно в такую погоду. Тем более на выходных. И я решила начать смотреть российский сериал «Надвое». Первое, что меня заинтриговало, так это то, что Данила Козловский и Александр Петров впервые вместе на одном экране. Ну, вы сами понимаете, да? Сериал про любовь и боль одновременно. Я люблю такое. Вообще мне нравится, когда ты смотришь, сопереживаешь героем и даже где-то узнаешь себя в сюжете. Такие сериалы в моем вкусе. Поэтому я здесь лежу с кайфом, смотрю этот сериал, хочу вам даже кусочек трейлера показать. Ой, не спим, не целуемся. У нас вообще никаких отношений, но как-то все очень естественно, что ли. Поздравляю, это любовь. Нять, кроме Лизы, после свадьбы никого не было. Я вот даже стал забывать это волнение, когда ты рядом с девушкой. Это не честно, Костя. Костя, делай это. Ты чего хочешь? Ясности. Я ты сам, что хочешь? Вдохнуть хочу. Мне жизнь надо. Я смотрю сериал На море ТВ, кстати, и ссылку оставлю вам в описании. Так что у меня отлично, проходит осень. По поводу мышей, они все еще в доме. Мы заказали эти штучки, которые ультразвуком каким-то в розетку втыкаешь в разных местах в доме. И этот ультразвук, что-то там действует на этих мышей как-то плохо. Мы сегодня попробовали. Я ничего не слышала. Ну, я и не мышь. А Слава почитала в интернете, как работает эта хрень. Что она может делать. Если вдруг мышам этим, мышам, крысам некуда бежать, они не знают выход из дома, они начинают сходить с ума и начинают бегать по всему дому. Вот так вот у нас, по нам. Я не знаю, нафиг нам это надо. Короче, начинают сходить с ума, становятся неадекватными, потому что они не могут убежать от этого звука. Если они так и не находят выход, то что-то там в интернете написано, что они с красными глазами бегают по дому и начинают взрываться. Я говорю, что за хрень, выключай, нафиг это. Ну, короче, в итоге, в этот раз положили на второй этаж опять эту ловушку с клеем. Я уже не знаю, твою мать. Эти крысы, мыши меня просто заклевали. Они ходят прям в стенах, прям под полом на втором этаже. Они ползают, скребутся. Вот так вот делают. Вот так вот они делают. Вот ты такой лежишь, спишь, мышь скребется. Мое отношение к мышам. Я их ненавижу. Так же, как и крыс. Самое любопытное, крысы есть среди нас, среди людей. Ну ладно, не будем об этом. Суть не в этом. Суть в том, что я мышей, конечно же, терпеть не могу. Так же, как и мух, и бабочек. Да, бабочки красивые создания, в принципе, но они меня пугают. Я не люблю вот это вот все, что может по мне ползать, что может на меня сесть, отложить какую-то личинку. А мыши, крысы, так это вообще, извините меня, мышиный там, крысиный помет, это мне вообще надо? Это я клоню к тому, что какой бы сильной женщиной я не была. Хотя вот, знаете, я вспоминаю себя в детстве. Ну, в детстве я прям увидела боковым зрением, как мышь пробежала. Все-таки увидеть прям реально пробегающую мышь, скажем так, более неприятно, чем просто слышать, как она скребется где-то за стеной. Потому что все-таки стена как-то меня оберегает. А мышь, которая пробежала, прямо я увидела, это было вот лет в 13-14 я рассказывала. Это, конечно, зрелище такое себе, но не то, что приятно. И когда ты знаешь, что она прямо вот здесь может ходить, то ты уже спокойно спать не можешь. Потому что у меня лично, ну, как бы есть фобии, такие страхи, как, ну, вот я лежу, например, вдруг я открыла рот, и мышь взяла, и мне туда заползла, я задохнулась, умерла, например. Или она мне просто отложила какие-то, не знаю, какашки в ухо. Я уж не знаю, что придумать, но мне это все не нравится. Знаете, я как будто бы оправдываюсь за то, что я готова совершить необратимое действие по избавлению от мышей и крыс в доме. Но просто я когда рассказывала о том, что мы планируем сделать ловушки и так далее, и так далее, кто-то начал писать, типа, это негуманно, это негуманно. Они сами виноваты. Надо было искать другой какой-то дом, где, например, никто не живет. У нас тут наверняка полно таких домов. И я, кстати, не удивлюсь, если там уже давно куча мышей где-то живет, потому что тут есть вообще заброшенные дома. Вот я не знаю, что им сложно было в соседний дом у нас там, ну, не соседний, а вот так вот, короче, есть дом, и там вообще никто не живет. Там вообще, там все заросшее, я вам показывала в каких-то влогах. Вот лучше бы мышь туда пошла, согласитесь? Сегодня, кстати, у меня на канале вышел влог, а на сайте вышел летсплей на хаус флиппер. У меня новое появилось дополнение про животных. Я, конечно, с ума срочно тоже сидела, играла несколько дней просто как сумасшедшая. Сначала я в этот слайм ренчо играла, потом в этот хаус флиппер с этим дополнением. Сумасшедшее просто какое-то. И вот я несколько дней, между прочим, не играю. Да, занималась делами. Извините, мистер Морган, у вас не найдется пару минут поговорить со мной? Меня зовут Рэйчел Келлер, я работаю в городе Сейвупер. Я не хотела спросить о вы сидя. Надо было позвонить, но я так и не смогла найти ваш номер телефона. Рэйчел Келлер. Рэйчел Келлер. Я накрасилась, причасталась, вырядилась. Как раз-таки вот этот костюмчик один из того, что мне вот прислали. Магазин Петелька. Я в сторис показывала. Вот, и вам тоже вчера рассказывала. Но мне надо это снять, потому что я буду делать сырники и не хочу заляпать. Но вообще-то я так нарядилась для того, чтобы снять кое-какие сторисы. Короче, понятно, что мы очень поздно ложимся и так далее, и так далее. Но меня бесит тот факт, что невозможно проснуться. А еще обратите внимание, как мало у меня ресниц. На этой неделе я должна была поехать в Москву для того, чтобы сделать ресницы. Но подумала, ради этого ехать в Москву. Тем более, что я купила себе эти стрелки рисовать. Если вдруг что, будет повод как раз-таки нарисовать. Поэтому поеду на следующей неделе уже. У меня это не горит. Сейчас сделаем сырники. И я теперь их делаю по новой технологии. Со стаканом. Вот так кручу-верчу. И делаю их поменьше по размеру. Радует, что не надо сегодня будет готовить ужин. Потому что я его вчера сделала. И у нас осталось там и котлеты, и пюре, и салатик такой капустный. Который на второй день хорошо тоже вкусно можно покушать. Не любой салат на второй день можно вкусно покушать. Но этот можно. Так, что вы за сырники нам надо? Ничего особенного. Так, что я хотела? Я хотела зайти и посмотреть, какие вы операции мне задаете, если задаете. Так, вопрос. Какой ты блогер? Live, beauty, fashion и так далее. Я думаю, что я live. Всегда была live-блогером. Просто, типа... Короче, странно. Я никогда не считала себя... И у меня, конечно, там стояло какое-то время. В описании. Ну и, типа, то, что travel, туда-сюда, beauty. Но это скорее, как знаете, не то, что я на этом специализируюсь и в этом профессионал, а то, что в моем контенте это тоже присутствует. Ну, то есть, будь я live-блогером, который, например, не путешествует вообще, и не показывает там что-то связанное с макияжем, там, красотой, то тогда, например, это было бы, наверное, неуместно писать, что travel, beauty. Но поскольку в моей жизни был travel и beauty, ну и в принципе присутствует, мне кажется, моя жизнь, моя live-жизнь супер-бьюти в какой-то степени, да. Сколько на те же процедуры я ходила, показывала вам и хожу периодически. Хотя, вот там тоже был вопрос, сколько раз я там колола губы, еще что-то. Мне кажется, что, даже не кажется, я посмотрела, в последний раз я что-то колола себе в лицо, по-моему, в декабре. То есть, скоро будет вообще год, как я ничего не колола. Ну, может быть, не год. Короче, давно я ничего себе не колола. И хочу ли я? Ну, не знаю. Я вот летом хотела себе нос сделать, прям активно хотела сделать себе нос. Но Залина, к которой я хожу в Last Beauty, ее не было в Москве. Вот, потом она написала, что приехала, и я как-то уже не то, что перехотела, но... Ну, типа, сейчас вот как, знаете, с ресницами. Но что она у меня горит сейчас? Мне и так норм. Вот. Губы, не знаю. Я, конечно, иногда смотрю на них и думаю, типа, блин, а вдруг они маленькие? Мне даже приснился один раз сон. Представляете, мне приснился один раз сон, что мне колят губы. Причем сделали их как-то очень, какими-то очень большими, какими-то страшными. И что-то я там плакала. И в итоге мне вкалывали что-то, что все рассасывает, все, что... Ну, короче, я не знаю, но вот я так смотрю, и мне кажется, что нормальные губы. Ну, типа, небольшие. Если их накрасить карандашом, иногда я их крашу так, что выглядит так, как будто бы я их только что колола, сделала. Короче, я думаю, что я лайв. Лайв-блогер. Конечно же. Что больше всего ценишь в женской дружбе? Хороший вопрос. Что я ценю в принципе в дружбе? Не знаю, честность, искренность. Еще, знаете, есть такая, ну, как поговорка, не знаю, что друг познается... Ну, я не помню, как правильно она произносится, что настоящий друг типа познается не в там каком-то горе в духе, а именно в радости. Потому что не каждый человек, не каждый, как мы думаем, друг, да, может искренне порадоваться за какие-то ваши успехи. И, наверное, вот, не знаю, мне кажется, что вот это вот... То, чтобы человек мог порадоваться за тебя, когда у тебя все хорошо, и при этом, чтобы мог поддержать, если вдруг у тебя какая-то сложная ситуация в жизни. В общем, я ценю нормальные и здоровые отношения, в которых люди друг друга уважают. Вообще, я люблю благодарных людей, честных людей, не люблю лицемерных людей. Таких очень много. И вообще, в принципе, сейчас у нас такое время, да, в которое мы с вами живем, что очень многие маски срываются со всех людей. И становится ясно, кто есть кто, кто чем живет, что для чего, ценность, важность и так далее, и так далее. Кто-то пишет, ты для нас с парнем уже как член семьи. Даже он уже интересуется, что там у вас. Но это очень мило. Я сейчас делаю колбаску из нашего творога. Так, был там еще вопрос, как долго мы планируем жить на даче, и вообще, когда мы поедем в Москву, и так далее, и так далее. Ну, я, если честно, не знаю, пока нам хорошо на даче. Я не знаю, что делать в Москве сейчас. То есть, единственное, ради чего сейчас мне можно было бы, например, поехать в Москву, это ходить в фотостудии, фоткаться, делать контент. Ну, на это же тоже должно быть какое-то настроение, вдохновение. Ну, в принципе, у меня есть настроение фоткаться, там, да, какие-то фоточки классные делать. Во-первых, это, в принципе, полезно и для работы, и для активности какой-то. Но, но не знаю, только ради этого ехать в Москву, там, тусоваться, съесть. Хотя, по сути, мы здесь тоже ничего такого не делаем, но здесь хотя бы свежий воздух. Знаете, в Москве это суматоха, город, мегаполис. Я возьму вот такой стакан. Вот, смотрите, видите, какой шарик у нас получился. Вообще, странно как-то, наверное, единственный плюс было бы поехать в Москву сейчас, это снимать какой-то контент. Даже влоги, наверное, мне было бы интереснее снимать, хотя, не знаю. Я сейчас не представляю вообще, что делать в Москве, кроме как ходить в студии фоткаться. Типа, ходить в торговые центры какие-то. А что вообще еще там делать тогда? Встретиться с подружками. Ну, единственное, что там, не знаю, встретиться с друзьями. Помню, как я делала сырники, которые я сама просто рукой формировала. И мне писали, типа, ой, лучше делайся стаканом, вот так вот крутишь, мутишь, и получается намного лучше. Типа, как в ресторане. Ну, это да, это если говорить о том, чтобы все было вот прям красиво, по жизни, даже сырники, чтобы были красивые. Ну, мне, в принципе, самой тоже нравится, как выглядит сырничек, когда вот так вот стаканчиком крутишь. Ну, такой аккуратный, маленький, красивенький. Ну, а по вкусу-то то же самое. Ну, так удобнее есть, оказалось, кстати. Потому что как-то маленькие, как семечки заходят. Сейчас я приготовлю сырнички. У нас будет такой вечерний завтрак. Итак, вот такие малыши у нас получились. Кругленькие, аккуратненькие. Не все, конечно, одинаковой формы. У меня уже здесь все разогрелось. Сейчас мы на лейом масла. Пылья. Продолжение следует... Вот такие вот сырнички у нас получились. Так что сейчас будем кушать. Лилочка, сырники хочет собачка. Бон аппетит. У меня все сырники сгущенки. Вон папочка даже. Во-первых, посмотрите на мои клавасные тапочки. А во-вторых, это конечно не смешно. Мухи начинают умирать. Я не знаю почему. Но, кстати, может быть она не умерла, а просто спит. Я такую уже не одну вижу. Я уже не знаю, сколько я таких мух видела. Одна вчера упала мне прямо на стол, около клавиатуры. Представляете? Сейчас я здесь буду снимать сторисы. Но для этого сначала мне нужно вот это все убрать. Кстати, смотрите, какая у меня импровизированная коробочка для колечек. У меня был крем от Диор. Он закончился. И я подумала, что же мне сделать с этой баночкой. Я решила убрать туда свои колечки, потому что... Ну, что мне их вот тут сейчас носить, да? Они у меня с камушками все. И постоянно туда что-то забивается. Я постоянно что-то делаю. Готовлю, убираю. И нарисовала здесь вот такое колечко, чтобы не забыть. Так что оно у меня стоит всегда около кровати. Вот в такой штуке, кстати. Вообще это для сыра. Но у меня здесь лежит пульт для света, кремик, резинки какие-то. У нас до сих пор здесь стоит беговая дорожка, которая никому не нужна. Уже прям даже хоть задаром ее отдать. Сейчас я достану свет. Он у нас вообще стоял на втором этаже, но мы его спустили. Этому софтбоксу я уже не знаю сколько лет, но очень много. Вот сколько я блогер, наверное, столько ему и лет. Он у меня... Это мой самый первый софтбокс. И, чтобы вы понимали, здесь ни разу не менялись фонарики эти. Ну, понятно, что они от розетки работают и так далее. Он уже просто жизнью помотанный. Здесь уже на скотч приклеена вот эта хрень. Ну, что поделать? Зато работает. Работает. А это у меня штатив, на который я вот так вот ставлю телефон. Вот так. Включаю софтбокс, включаю там какие-нибудь фильтры или просто камеру. Смотря что, куда хочу снять. И все. Вот, помимо всего прочего, у меня еще есть приложение суфлер. Это очень удобно, когда снимаешь рекламу, нужно говорить все четко по тексту. И я думаю, что многие так делают. Это очень удобно. Короче, суть в том, что ни для кого не секрет, что я снимаю рекламу. И слава богу, я знаю, что многие даже радуются, что у меня есть работа. И мне это, конечно, очень приятно. Включаем свет. Включаем свет. Я уже переоделась. Мне что, это древесина? Какой бы цвет он может быть? Так, теперь что я делаю? Протираю камеру обязательно. Захожу в свой текст, копирую его, вставляю в приложение. Приводим себя в порядок. Хладь. Можно еще раз. Так, вот так вот мы с вами и работаем. И на самом деле это безумно облегчает работу, конечно же, потому что сказать все красиво, четко, ну, по тексту с первого раза, конечно, не получается. Хотя иногда получается, да, ну, как минимум, если я снимаю интеграцию на YouTube, то, понятное дело, там без вариантов, там уже надо, ну, как бы, учить текст, потому что такого в видео нет. Вообще, иногда видно, что, типа, читаешь, но иногда не видно. Вот я смотрю, и я бы не сказала, что глаза прям как-то бегают, ну, типа, на самом деле безумно удобная приложуха, прям классная. Очень классная. Так, ну, это мы сделали, но у меня есть еще кое-что, что мне надо снять. Так, мы это закончили. То, что мне надо снимать тоже сегодня в идеале, я не знаю, как мне это снять. Это мне надо при хорошем освещении снимать. Надо встать пораньше. Дня, наверное, три или четыре. У нас без остановки идут фильмы, фильмы, фильмы. И там показывали рекламу, что будет, значит, этот, блондинка в законе. Фильм моего детства просто. Ну, не детства, может, подросткового какого-то возраста. И я такая думала, боже мой, я хочу его посмотреть, этот фильм. Но что-то меня обмануло где-то кто-то. И в итоге его покажут, по-моему, только завтра. А я была уверена, что сегодня. И весь день ждала, ждала. Поэтому, что сказать, жду блондинка в законе. Оказывается, столько классных фильмов показывают по телевизору. Просто, что за офигенские такие вот штучки. Я сейчас буду монтировать то, что я снимала вместе с вами. Так называю мне рекламу. Вообще, я люблю всегда все монтировать на компе. Хотя с телефона тоже бывает. Обрабатываю, монтирую. Но, конечно, намного удобнее сделать это все на компьютере. Новый день. Я решила накрасить табелки. Ой, какой ветер. Ну вот, все, солнце прошло. Нет. Все равно солнце уже садится. Сейчас почти пять вечера. Сегодня мы смогли встать нормально. Видите, я даже накрасилась. Причесалась, попила кофе, позавтракала. Все, нормально прям. Давно не выходила на улицу. В этом влоге вообще первый раз вышла на улицу. Покажу вам, как тут у нас стало. На самом деле, мы не то, что там на прогулку какую-то. Я хочу постараться, может быть, получится сделать какое-то фото. Не знаю. Вот, я в новом свитерочке. Тут, конечно, места для фотосессии немного. Так, ребята, мы съездили в город, в магазин за продуктами. Вчера я сходила с ума, потому что мне хотелось и сыр-косичку, и вообще чего-то. Но я не знаю, чего. И вроде дома есть что-то, но... Короче, я до сих пор не знаю, чего я хочу. Мне хочется какой-то вкусняшки, наверное, которую еще не изобрели. Которые не существуют, к сожалению. Не нашли сыр, который я хотела. Но зато мы купили молока. Много молока. Оно у нас будет храниться в подвале, ждать своего часа, мига. Взяли лимонадиков, две штучки. Липтона. Хотя, на самом деле, я вот вдруг поняла, что липтон-то я тоже уже не фанат пить. Ну, типа, да, прикольно. Но не то, что прям, знаете, как раньше. Чипсиков, вдумайте, одну пачку? М-м-м. Не-не-не-не-не-не. В общем, мне показалось, что я хочу, может быть, что-то такое. Такую какую-то вкусняшку. Или, может быть, такую какую-то вкусняшку. Или вот такую вкусняшку. В общем, я не знала, что я хочу. Даже взяла вот такую вкусняшку. В машине одну открыла. Что-то как-то не особо захотела ее. Оказалось, что я не ее хотела. Ну, в общем, сложно. Очень сложно. Взяли каких-то там красанчиков. Заезжали к бабушке. Она нам передала компотик. Вот что надо пить. Компоты, а не липтоны. Что у нас в холодильнике? Здесь у нас есть йогурт. Охотничьи колбаски. Такие колбаски. Сыр. Вот такой вот сыр продается. Вот мы такой нашли. Но он все равно не то. Я все-таки больше люблю, когда сама вот прям как косичка. Хотя это тоже ничего, но все равно не то. Ну, все равно не то, реально. Тут у нас что? Тут груши бабушка дала с ее сада. Здесь голубцы. Тоже бабушка дала сметанка. Купили. Будем сегодня пельмешки кушать. Такие вот соки мои любимые, вы знаете. Не знаю, почему я их так полюбила. Точнее, я знаю почему. Потому что они маленькие, я вообще люблю вот так вот что-то маленькое открыть и выпить. Так же, как и чипсы, люблю маленькие упаковки, потому что я не могу все съесть. А соки вот такие, например, большие, постоянно я попью чуть-чуть, потом про него забуду. И в итоге приходится выкидывать, а я это терпеть не могу. Вот видите, тут у нас два молока закрытых тоже. Тут зелень и овощи, но мы и зелень и овощи ничего не покупали. Мы вообще на днях поедем отмечать день рождения брата Славы. Тут у меня мокрая собачка. Но она уже не такая мокрая, да? Мой носик, смотрите, какой креветкин. Пусть она лежит здесь, греется и так далее, и так далее. Ее носила как младенца на руках какое-то время после душа. Да? А потом ее сюда засунула, чтобы она здесь лежала. Какой миленький. Ой, какой хорошенький. Хорошенький, да? Такой живой малыш. Обожаю эту чепуречку. Черепашка. Лежи, лежи. Вот. Отдыхай. Спи. Спи, мама сказала. Спи. Так что попозже я буду расчесывать, делать из нее суперкрасотку. Она сегодня выходила погулять. И вообще просто пришло время уже купаться. Мне кажется, что я ее здесь достаточно редко купаю. В отличие от того, как я купала ее в Москве, например. Хотя здесь она чаще может выходить на улицу и быть грязной собачкой. Ну, какая милая там. Ну, просто маленький малыш. Что мы с вами сделаем? Поднимемся наверх, потому что я там уже лет сто не была. Здесь у нас вот такая вот импровизированная перегородка. Больер. Не знаю, как это назвать. Чтобы Вивьена не могла подняться наверх. Но то есть две причины. Во-первых, она любит там на ковер посрать. А во-вторых, у нас здесь стоят вот такие вот мышеловки. Что ж ты будешь делать? Эти мыши просто заразы какие-то. Просто заразы. Там лежит колбаса и сыр. И вокруг них клей. Мыши, я считаю, обнаглевшие, зажравшиеся крысы. Ей-богу, я не понимаю, что им надо. Я считаю, что они просто обнаглевшие. Потому что это я не буду. Сыр это я не буду. Офигенный сыр. Я его люблю. Не могу понять. Колбаска тоже отменная. Нет. Не нравится. Не нравится. Я не знаю, почему. Либо они реально стали такими умными, либо они застряли где-то за стенами. Меня это пугает жутко. Потому что если они сдохнут, начнут вонять, разлагаться, я с ума сойду. Как по мне, так лучше... Вот если говорить про мои страхи, чего я боюсь больше? Чтобы где-то за стеной сдохла мышь и воняла? Или чтобы я увидела ее реально вот так пробегающе мимо? Ну, чтобы, допустим, она могла приклеиться хотя бы на эту штуку. Ловушку. То лучше, пусть она... Лучше пусть второе произойдет, чем она сдохнет где-то за стеной. Потому что этого я боюсь куда больше, чем реально увидеть мышь. Потому что потом ее как-то искать, разбирать дом, искать... Я не знаю. Просто мне кажется, такое тоже возможно. Но, надеюсь, не в нашей ситуации, не в нашем случае. Короче. Я просто в шоке. Потому что кто-то писал, что, типа, мыши не поведутся на эту уловку, не приклеются и так далее. И для меня это реально странно. Потому что когда мне было 13-14 лет, может быть, конечно, с того момента мыши, крысы эволюционировали, стали реально умнее. Но тогда, я уже рассказывала не один раз эту историю, но повторюсь, дедушка именно на такую ловушку поймал мышь. Он положил картонку, на нее наклеил и положил кусочек сыра. Ну, намазал этот клей, положил кусочек сыра и даже суток не прошло. Она приклеилась. Либо она даже не выходит сюда. То есть, ну, скорее всего, я просто не верю в то, что такой чудный сыр и такой чудный кусок колбасы не привлекает мышь. Я думаю, что эти два блюда, скажем так, два продукта привлекут любого, абсолютно любого. Только если мышь вегетарианка какая-нибудь, но это уже совсем. В это я не верю тоже. Короче, сложная ситуация. Меня это напрягает. Хотя мыши тоже такие странные. Они то скребутся, то не скребутся. Вот сейчас уже, наверное, дня три или четыре они вообще не скреблись. Я могу сделать вывод, что, может быть, они ушли. Но я думаю, что они, скорее всего, либо просто взяли пару дней тишины, не знаю, настолько неумные, чтобы мы подумали, что они ушли, потом опять начнут скрестись, мы опять перестанем пытаться их поймать. Короче, я не знаю. Но я больше склоняюсь к тому, что они просто где-то за стенами ходят. Они просто не выходят даже сюда. Потому что как можно, если бы они выходили, они бы стопутово приклеились. В общем, это грустно. Слава поставил одну ловушку здесь и другую. Давайте посмотрим, куда. Главное, самой в нее не вклеится. И вторую положил сюда. Ей-богу, не понимаю. Что мышам надо? Отличное блюдо лежит. Сама бы съела. Короче, не знаю, что им надо. Меня это жутко расстраивает. Можно выбрать какой-то наряд. Какой бы мне выбрать наряд? Что вообще у меня здесь за вещи? Можно ходить вот по этому. А это что? Я на второй этаж не поднималась, наверное, уже две недели. У меня здесь абсолютно нечего ловить. Как странно даже. Кстати, здесь можно было бы снимать что-то. Ну, типа, лучше снимать на фоне белого шкафа, наверное, чем на фоне деревянной стены. Так, я не могу это открыть. Тут куртка. Причем, по-моему, что-то типа того, что я сейчас ношу. Хорошая куртка. Что это за куртка? Да. Про нее мама спрашивала. Отлично. Нашлась куртка. Доброе, немножко мятая, но я думаю, что она отлежится. Классный цвет. Я же в точно такой же хожу. Это бренд Фиксен. И, по-моему, вот эту куртку брала мама себе. Ну, что-то она в ней не ходила. Слишком там она ее типа в духе полнит, что это больше на молодежь. Типа такой стиль, знаете, более, ну, оверсайз. А взрослой женщине, как бы, может быть, немножко не это самое. Но для дачи, например, улет. Хотя отличная куртка, да, и по городу ходить. Но, опять же, для молодежи. Поэтому хорошо, что я ее нашла. Вот, вот, зачем мне надо было подняться на второй этаж. Так что мы ее спустим вниз. Надеюсь, что она как-то оттянется. И перестанет быть такой мятой. Короче, ловить нам тут тоже нечего. И самое интересное, знаете, что? Я один раз даже записала на видео, как скривется мышь. Сейчас, пока я буду спускаться по лестнице, включу вам кусочек. Так, сейчас мы с вами вот это все спустим в подвал. Зачем это спускать в подвал? Путь тут лежит. Эти мыши просто охреневшие. Их ничего не берет. Здесь кусок хлеба, смазанный маслом, как я поняла. Это соседи поставили. Они, ну, короче, видимо, знающие. Знают, как от мышей тоже избавляться. Но, как видите, какие-то у нас здесь очень умные мыши. Ну, тут вы знаете, в принципе, что вам рассказывать. Вот так вот. Да, конечно, подвал это безумно удобно. Даже кола у нас есть. Знаете, что в магазинах не продают теперь? Принглс. Я помню, кто-то писал, типа, офигеть, у вас есть кола, пепси, их же уже не найдешь. Это фигня. Принглсы нет. Самое интересное, знаете, это как в анекдоте. Я не то, чтобы фанатка была Принглс. Ух, господи, чипсов. Но, как только они исчезли, мне захотелось, знаете, чего? Принглс. А, жизнь такая. Это как я когда-то посмотрела интервью. Блин, не помню с кем. Еще не помню, но не помню, как их зовут. Ну, короче, я рассказывала уже про это интервью, которое я как-то смотрела. С девушкой, актрисой. И она сказала, что у нее всегда был страх, что ей изменят. И она своему там то ли мужу, то ли молодому человеку постоянно говорила, типа, если ты мне изменишь, не смей мне изменять. Ну, и в этом, короче, духе. И в итоге он ей изменил. И она сказала, что так нельзя говорить, потому что ты сам к себе это и притягиваешь. Это то же самое, что сказать, там, в духе, только не думай о цифре 36. По-моему, она такую же цифру и назвала как раз. Я просто вот вспоминаю ее интервью. И понятное дело, что ты сразу начинаешь думать именно о цифре 36. А почему о ней нельзя думать? А зачем? А что? А что? Что в этой цифре такого 36, 36? То есть ты сразу об этом начинаешь думать. Я просто к чему? Что мозг наш так интересно устроен. И после ее интервью во мне что-то переключилось. И я такая, типа... Короче, суть в том, что мне кажется, многие девушки переживают об этом. Ну, как бы ревнуют. Ну, как бы не то, что все, но много кто, да, там, ревнует, еще что-то и не хочет, чтобы мы изменили. И у некоторых это больная какая-то тема, да, и страх, там, всей жизни в духе. Там, не дай бог мне, там, муж или парень изменит. Ну, то есть, как сказать, не то, чтобы это там в духе нормально, но это испытывают каждые. Рано или поздно кто-то забивает на это, перестает об этом думать. Типа, просто живу и наслаждаюсь. Чему быть, того не миновать. Ну, типа... А кто-то постоянно об этом думает. И мне очень часто пишут тоже, типа, Юль, там, вы не ревнуете друг другу, еще что-то. Как не ревновать? Я схожу с ума, постоянно ревную. Так вот, хочу вам дать отличный совет, реально. Не думайте об этом. Не думайте о том, что вам должны изменить. И не думайте о том, что, не дай бог, он не изменит. Ну, типа, об этом не надо думать. Потому что, если он вам изменит, значит, он вам изменит. Говори об этом, не говори. Ну, типа, все это фигня. И поэтому не вижу смысла ревновать. Хотя иногда бывают ситуации такие, типа, что за фигня, что за нахрен. Не у меня, да? Мне рассказывали. Но бывают разные ситуации, да, в жизни, что, как бы, ты думаешь, что за нафиг, типа, ну, как бы, буду ревновать, типа, я испытываю ревность. Но это тоже, по сути, глупо. По сути, глупо. Ну, наверное, это какой-то этап в отношениях, который тоже люди могут пройти. А могут не пройти. Могут постоянно находиться в этом состоянии ревности, переживаний, что кто-то кому-то изменит. Но такое себе занятие есть, честно. Так вот, я тоже раньше постоянно думала, типа, ой, не хочу, чтобы меня изменили, не дай бог, мне изменят. У меня это тоже такая больная тема. Конечно, ну, типа, никому не хочется. И вообще, у меня, вы сами знаете, там куча разных комплексов особенно была. Сейчас я не могу сказать, что у меня какие-то комплексы. Ну, наверное, не у всех есть в какой-то мере, да? У кого-то больше, у кого-то меньше какие-то комплексы по поводу чего-то. Да, я не знаю, из-за чего у меня сейчас комплексы, но у меня их было много. Много, даже не знаю, некоторые из чего вообще взялись. И даже не то, что там, знаете, в духе, я сделала себе губы, ресницы наращиваю. Ну, это просто мне нравится, мне хочется быть красивой. И хотя, наверное, я всегда так говорю, но при этом кто-то скажет, что это потому что ты себя не любишь. А не любишь ты себя, потому что у тебя какие-то комплексы. Короче, это какой-то замкнутый круг. Мне просто проще самой себе даже объяснить, и как я это чувствую, что мне просто хочется выглядеть так. Мне так нравится. Вот, не вижу в этом ничего плохого. Тем более, если это придает какой-то уверенности. Ну, вот как это, знаете, вот этот комплекс. Ощущение, даже не комплекс, а... Короче, у меня такая вот фигня с детства, еще со школы. Мне всегда хотелось быть, типа, самой красивой. Мне всегда хотелось быть просто... Ну, даже не то, что самой, просто мне всегда хотелось быть красивой. Туда-сюда, там, краситься, наряжаться. Ну, короче, всегда. Потому что мне хотелось нравиться, там, мальчикам, понятное дело, да. И я никогда не забуду даже на уроке... Я не помню, в каком уроке. То ли литературы, то ли русского языка. Короче, учительница сказала такую вещь мне при всем классе, что если бы за красоту ставили оценки, то я была бы отличницей. Таким образом, она хотела сказать, что да, я, конечно, слежу за собой, наряжаюсь, причесываюсь, но тупая. Ну, короче, ну, типа, плохо учусь и так далее. Что поделать? И у меня всегда был комплекс того, что я, типа, тупая, хотя, не знаю. Ну, да, наверное, в какой-то степени каждый из нас в чем-то туп, конечно же. Ну, я бы не сказала, что я прям вообще тупая, да. Я так себя не ощущаю, я не считаю. Да, в чем-то я не разбираюсь там, я не знаю, как найти корень чего-то там где-то. Хотя математика мне очень нравилась, особенно когда я с репетитором занималась. Ну, в общем, комплексов у меня было много. Я вообще, к чему это все? Я к тому, что с ними надо бороться. Иногда даже помню, раньше писали, типа, Юля, как так? Ну, вот, типа, как ты полюбила себя? Типа, скажи, как полюбить себя? Я понимаю, что это глупо, потому что как я могу рассказывать о любви к себе? Ну, типа, я это осознаю, то, что я не вправе кому-то что-то советовать, потому что как я полюбила себя? Я пошла и сделала себе зубы. А, там, пошла, нарастила себе ресницы, накачала губы, там, ну, похудела я не специально, просто сама по себе похуделась, но это очень сильно изменило, как бы, мой внешний вид, скажем так, я считаю, в лучшую сторону. Если честно, я даже не знаю, как, вот, если что, кому посоветовать, как полюбить себя, потому что у каждого человека свои какие-то комплексы. У меня по поводу зубов, например, были комплексы. И как мне их, эти комплексы, побороть, если у меня кривые зубы? В принципе, ну, типа, что ты с этим бляхом уху сделаешь еще? Прийти к какому-то психиатру, там, не знаю, психологу, он тебе скажет, полюби свои зубы, типа, вот такие от рождения даны. Я не знаю, что психолог сказал, но они не работают, реально. Я же вижу свои зубы, я не могу их полюбить. Ну, например, это просто пример. Поэтому я считаю, что если что-то не нравится в себе, есть возможность, надо менять. Я не пропагандирую, но мне это помогло стать более уверенной в себе и меньше что-то париться по поводу того, изменить, не изменить. Я думаю, да я клевая, типа, я себе нравлюсь, типа, зачем мне изменить, ну, в духе. Хотя всякое в жизни бывает, да? У меня села камера, поэтому я пришла сюда, где у меня был аккумулятор дополнительный. Я уже забыла, к чему я это все вела. Про любовь к себе? А, началось все с Принглс, понимаешь? Начинали с Принглс, закончили на изменах, принятии себя. Ну, так бывает, ребят. Просто что хотела сказать, что очень часто мы сами к себе притягиваем всякое говно. Вообще сложно все это устроено. Знаете, есть такие, типа, тоже поговорки. Не знаю, поговорка это, нет. Нет, типа, то, чего больше всего мы хотим, этого мы и не можем получить. Ну, или как-то по-другому. То и не получишь. Я не знаю, как там правильно говорится. Пусть сам предложит мне вариант. Чем сильнее хочешь, тем меньше получишь. 20 цитат, которые помогут исполнить любое желание. Так, каждая девушка должна всегда знать две вещи. Чего и кого она хочет. Коко Шанель. Вот это я понимаю, кстати. Как только предстаешь чего-то хотеть, она сама идет в руки. Мой опыт доказывает, это абсолютная аксиома. В этом есть смысл. Я даже приводила пример по поводу свадьбы. По поводу предложения руки и сердца, которые я ждала. Я даже не скрываю. Открыто говорю, ждала. Реально. Я об этом постоянно думала, ныла, хотела, вам ныла. А потом, когда я в какой-то момент реально, ну, как-то думаю, да похеру вообще. Как будет, так будет. Так сразу. Нет, ты гляньте. Поэтому, ребята, я ничего не хочу, ни о чем не думаю. Пусть само ко мне все в руки идет. Многие люди боятся сказать, чего они хотят. И именно поэтому этого не получают. Все сбудется, стоит только расхотеть. Если не знаешь, чего хочешь, умрешь в куче того, чего не хотел. Такое я ни разу не слышала. Если я чего-то хочу, я это беру. Так что мне не приходится бороться ни с ангелами, ни с демонами. Ну, это я считаю, какая-то наглость. Пожелайте, чтобы кому-то повезло встретить вас. И вам повезет встретить кого-то. Воу-воу, полегче. Как это вообще себе представить? Сидишь, ты такой думаешь, ах, вот бы кому-нибудь повезло встретить такого чудесного, охеренного человека, как я. Желаю кому-то этого. Не знаю кому, но кому-то. Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие. Есть, конечно, в этом смысл, но я тоже пока не понимаю, как это применить в жизни, да? Потому что я делаю что? Я когда слышу какую-то цитату, поговорку, первое, о чем я думала, как я могу применить ее в реальность. Какой чудный белый гриш. Какой красивый? Этот или этот? Красивый какой? Ах, чудно, чудно. Между прочим, люди выставили видео, как что-то кушают за столом, не знаю, обсуждают что-то, нет, что-то кушают, пробуют, грибы собирают почти весь влог. Три сто сорок тысяч просмотров. Это я к чему? А вы говорите, кому-то неинтересно смотреть влоги сдачи. Вот, негативный комментарий. Самый лучший момент съемка мусорки, где якобы мышеловки. Я надеюсь, это был последний влог сдачи и начнется какой-нибудь интересный контент. Ах, как жаль. К сожалению. Это был не последний влог сдачи. Честно, я тоже хочу какой-то интересный контент. Где я там мусорку беру? Там реально, единственное, что там не связано с мышеловкой, это один стакан от капучино. Там картонка с клеем с сыром и такая железная крышка, блин. Тоже с клеем с сыром. Мышеловка. И девочка обвиняет в том, что это не мышеловки. Это мышеловка. Это мышеловка другого типа. Надеюсь, это был последний влог сдачи и начнется какой-нибудь интересный контент. На следующей неделе я поеду в Москву. И если у меня будет там настроение, я буду снимать. Потому что я тоже не какой-то там робот. Я снимаю то, что происходит. И сейчас у меня реально скучные дни. Скучные, неинтересные, абсолютно. И меня это полностью устраивает, потому что я не хочу сейчас ничего делать. Я даже не знаю, что сейчас делать. Нет какого-то вдохновения. Понимаете? Что-то пока ничего меня не вдохновляет. А меня обычно ничего и не вдохновляет. Я сама себя обычно вдохновляю. И вот пока... Кто-то не вдохновляет. Дохновляет. Юля, убираться дома, готовить, наводить чистоту, это по умолчанию должно быть. Просто само собой разумеющийся. Я знаю. Да? Просто кто-то дома убирается так, типа... А кто-то нормально убирается, да? И каждая уборка это занимает по-разному время. И готовит тоже. Кто-то вот берет, покупает уже готовое и пожарил, да? А кто-то сам лепит, котлет, вай-вай. Да? Тоже по-разному время занимает. Оказалось, что тот хайлайтер, который я купила в подружке, в прошлом влоге вам показывала, что это бренд Дилары. Круто! Я об этом не знала. Если бы знала, то не купила бы. Да ладно, шутка. Конечно, мне абсолютно все равно. Хотя я была с подругой в магазине, и она сказала, что, по-моему, это, типа, бренд Дилары. Я думаю, что? У нее же салон красоты, типа, какой у нее косметик. У нее же только салон, насколько я знаю. Ну, вот видите, я же не слежу, кстати, за Диларой. Вот, только если кто-то где-то в каких-то пабликах что-то напишет, я, в принципе, так за некоторыми-то только и слежу. Я не знала, но это круто. Я бы тоже хотела свою косметику. Самое страшное в собирании грибов, это ложные грибы. Вот в том влоге мы сняли на пеньке, это типа опята, но это ложные опята. И мы в этом не сильно разбираемся, кто из них ложный, кто не ложный. У меня мама в этом отлично разбирается, отчим тоже хорошо разбирается, но не так хорошо, как мама, потому что мы ходили с отчимом за грибами недавно. Мы находили очень много лисичек. Просто мне крыша сносилась, говорит, лисички, лисички. Я не люблю грибы. Не знаю, какие на вкус лисички. Не знаю, какой на вкус белый гриб, да, боровик вот этот или как его правильно. Ну, типа, мы белый всегда называем. Короче, не знаю, какой он на вкус, просто знаю, что белый самый шикарный гриб. Ну, типа, ну, такой, как на верхушке стоит по крутости. Я такой один нашла. Так вот, и было очень много лисичек, и некоторые лисички выглядели как ложные какие-то лисички. Мы их не брали, а некоторые выглядели реально лисичка. Мы их собрали, принесли домой. И когда мама всё это разбирала, она сказала, что мы хотели отравить всех нас, потому что мы притащили ложных лисичек. И мама показывала, в чём разница, показывала, как разглядывать, узнавать, понимать. Я уже, конечно, забыла. Помню, что там, во-первых, какая-то юбочка где-то должна быть, шапочка, мордочка, булочка. И цвет вот этой какой-то там штучки под шапочкой. Ну, короче, там какой-то он был розоватый, он такой не должен быть. В общем, просто за грибами надо утром ходить, а не вечером. Я знаю. И мы вот ездили утром и забрали грибов. Я встала в 7.20. Юль, сезон грибов уже закрывается, надо было собирать одну-две недели назад. Суть в том, что это не совсем так работает, как я поняла. Потому что тогда, когда надо было идти за грибами, грибов было ноль. Потому что не было абсолютно дождя, и погода, ну, типа, не та, короче, чтобы выросли грибы. И вообще, в принципе, я помню, родителям сказала, что я пока не соберу грибы в этом году. Ну, типа, блин, я живу на даче впервые за хрен знает сколько лет. Я живу на даче, у меня через дорогу лес. И я хочу, я жажду того, чтобы собирать там грибы. И родители мне сказали, что в этом году, скорее всего, нихрена не будет, потому что погода плохая. Туда-сюда это было еще месяц назад, наверное, сказано. Так вот. И да, погода была неподходящей. Я знаю, что в разных регионах разная погода, понятное дело. И вот я сейчас смотрела видео кого-то, ну, не знаю, кто, в общем, просто наткнулась на видео из Беларуси. И там грибов дофига кто-то собирает, да. У нас в Москве, ну, видимо, нет так много грибов. И то, это тоже зависит от разного места, от разного леса. Тот лес, в который мы ездили с моим отчимом, там много разных всяких. И песчаные какие-то, и водянистые какие-то местности в одном лесу. Ну, то есть, там много всего собрано, разные деревья. Ну, короче, все. И там есть варик реально что-то прям нормальное найти. Короче, я думаю, суть не в этом. Думаю, что грибы надо искать. Ну, конечно, сезон тоже играет роль. Но все-таки, какой смысл там было бы мне, например, идти две недели назад за грибами, если вообще дождей, например, не было. И понятное дело, что никакого гриба там не будет. Даже поганки элементарно какой-нибудь. Мой отчим, он до того, как мы приехали, еще там, ну, незадолго, неделю назад, там, две недели как раз назад, ходил за грибами и вообще ничего особо не нашел. Чуть-чуть нашел, даже фотку присылал. Суть в том, что мы, когда поехали с ним вместе в лес, спустя там две недели после дождей, это вот было, ну, сколько там, дней 10 назад, может, меньше, мы нашли больше грибов, чем он сам как раз-таки тогда, когда вот мне написали, что надо было одну-две недели назад сходить за грибами. И, кстати, по поводу клещей. Я тогда во влоге сказала, что из-за того, что уже холодно, клещей не будет. Как же я ошибалась? Потому что, когда мы пришли домой, на Славе был клещ. Он не успел у него впиться, он у него просто бегал по руке, и он его пытался снять. Он мне такой кричит, типа, кажется, у меня клещ, кажется, на мне клещ. Я такая, что? Я прибегаю, он его пытается снять руками, и это так смешно. То есть, ну, мне это было смешно, потому что я знаю, что клеща не снимешь руками. Ну, типа, его вот так вот не возьмешь, не выбросишь, он плоский. Ну, типа, клещи это просто зараза конченная. Я с клещами хорошо знакома. Один даже в меня когда-то впился в голову, когда я была маленькая. Представляете, в голову впился мне клещ, бабушка мне его выкрутила. И я сама не один раз вытаскивала клещей. И у Пушка, кстати, не так давно был огромный такой. Хотя странно, на нем мошенник новый, который должен отгонять этих клещей, насколько мне казалось. У Вивочки тоже, вот тогда в карантин, когда мы жили, тоже были клещи, и мы их снимали. Один раз даже ночью поехали к врачу, потому что мы не знали, где она его поцепила. У нас в лесу или в Москве, аницефалитный, аницефалитный. Ну, короче, испугались, отвезли. Когда я пришла, я взяла салфетку и тогда сняла со славы этого клеща. И я, кстати, не знаю, как их надо уничтожать. Один раз мы сожгли клеща. Вытащили на улицу и сожгли его. А так я не помню, что мы с ним делали. То ли смывали в унитаз. Короче, странно, там же есть какой-то способ, как от него избавиться. Ну, понятное дело, точно его не в мусорку выкидывать. Как-то от него надо избавляться. Самый хороший вариант, мне кажется, сжечь. Так что, да, кто-то написал, что клещи до первого снега, и это правда. Поэтому бойтесь клещей, они реально существуют. Я почему-то была уверена, но мне почему-то так казалось, что когда начинаются холода, то всё, уже нет. Ну, окей, да, такого большого количества клещей, может быть, и нет, но всё равно они есть. Так что, вот так. И после того, как на славе мы нашли клеща вот этого, он не успел в пиццу, он просто ползал. Мы просто сожгли свою одежду, пошли мыться, потому что сразу началось вот это вот, знаете, состояние, когда где-то чешется, уже кажется, что где-то что-то ползает. Короче, ужас, ненавижу, я просто ненавижу. По поводу контента, по поводу того, чтобы снять что-то интересненькое, сама хочу радовать вас чем-то интересненьким. Ну, вот этот влог получился, он такой чисто болтовня какая-то. Ну, я думаю, что всё равно на фон будет прикольно кому-то поставить, кто меня любит, привык со мной. Ну, там, может, не 24 на 7, но просто привыкли со мной проводить какое-то время. Напоследок скажу, дела нормально, кушаю, сплю хорошо, высыпаюсь. В планах сейчас смонтировать этот влог, чтобы завтра его уже выпустить как минимум на сайте, и потом ещё через сколько-то дней, там, 3-4 выпустить уже на ютюбе. Смотрю какой-то старый влог, где у меня ужасная кожа, и я в шоке. 2020 год, и я в шоке с того, насколько она у меня там плохая. Трэш. Я это и тогда, конечно, видела, но я уже как будто бы об этом забыла, и это просто жесть. Видите? Шок. Кожа, кстати, тоже была моим большим комплексом, и даже не тогда, а ещё в школе. И, конечно, когда ты насмотришься на каких-то идеальных людей в интернете, в фильмах, ещё где-то, на ютюбе, то, конечно же, тебе немножко становится грустно, потому что думаешь, ну, почему? У всех свои проблемы, заморочки, переживания. У всех, наверное, не буду утверждать, но у большинства присутствуют комплексы, страхи. Вот. Самое главное быть, как говорится, в гармонии с самим собой. На следующей неделе поеду в Москву, и уже там что-то придумаю. Схожу, может, в ресторан, с кем-то увижусь, встречусь, на фотосессию пойду, напишу Кате, пойдём с ней что-нибудь поснимаем, классное поделаем, сделаю реснички, сделаю ламинирование бровей, и что-то ещё. Дай бог, будет всё хорошо, и всем нам будет хорошо, и все мы будем в хорошем настроении. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, спасибо, что смотрели этот влог, и всем пока.